У тебя панические атаки бывают, я знаю. Ну, раньше были. Раньше были, так ты, получается, их поборол? Да, у меня были панические атаки из-за того, что мне не получалось. Я психовал, я думал, что я не могу получить ответ от этого мира, почему все могут. Я делаю то же самое, выкладываю много роликов, 8 месяцев подряд на 4 канала, у меня не получается. У меня из-за этого меня начинало трясти, я монтировал сутками, вот тогда было. А сейчас я успокоился. Да, это был, наверное, самый тяжелый вообще период в моей жизни, потому что я тогда, вот как раз 8 месяцев назад, когда начал делать вот те 4 канала, на которые я выкладывал ролики, на каждый из каналов ролик в день, для этого реально мне приходилось вставать в 5 утра, и я монтировал, при том, что я торопился до 10 вечера, чтобы успевать выкладывать каждый день. Вот у меня было 3 американских, ой, 4 американских канала, я заливал туда. Просто у меня, короче, я был в Питере вообще, до того, как решил, что я буду заниматься Ютубом, пока он не стрельнет. Мне написал один старый подписчик с влогов про Америку, и говорит, типа, чувак, типа, я вижу, что ты где-то на работе, там, ну, на обычной, типа, ходишь и где-то работаешь, что такое, типа, занимайся Ютубом. И скинул свой пример, он в 17 лет купил Камара себе сам, ездил в школу на Камара в 17 лет, я такой, господи, типа. А он мне писал как раз за 4 года до этого, когда ему было 14 лет, он писал и предлагал мне монтировать мои ролики. В самом начале, когда я начал канал в Америке. Вот, и потом, я приехал уже с Америки, я работаю в Питере на, там, гашеной работе, все у меня плохо. И он мне снова пишет, говорит, смотри, я все-таки добился, смотри, как классно на Ютубе. Здорово, Сэм, респектую за свой контент, можешь немного скинуть, тоже хочу стать блогером, ток денег ноля на завод, идти неохота. Мой киви, йоу, на завод идти неохота, работать неохота, возможности нет. Да, у вас нет возможностей, блядь. Почему я, когда решил, что я хочу быть блогером, сразу же начал учить английский язык, выучил его сам дома, один, нахуй, за 3 месяца. Прошел собеседование по скайпу на английском языке с американской компанией, чтобы они взяли меня на работу в Америку. Внимание, я был из Кургана, почти что из ебаного села, где просто зарплата, даже сейчас, 10 тысяч рублей, 15, где никто не выкупает нихуя, где просто работают на заводах и так далее. Оттуда я из такого окружения, из сельхозвуза, то есть из среди колхоза ебаного, поехал в Нью-Йорк, поехал в Америку, жил полтора года в Америке. И знаете, что я делал? Я работал в теплицах, я поливал цветы в жаркой теплице, нахуй, по 15 часов в день и таскал их, грузил в машину, чтобы их отвезли в магазин и там продали. Почему я полтора года, пиздюком, только закончившим школу, уехал один, хуй знает куда, это не через знакомых, не через что. Я сам сделал это в компуктере полтора года, хуярил на работе и копил себе на MacBook и на камеру GoPro, понимаете? И после этого вызывает ли у меня уважение вот эти люди, которые это пишут? Вызывают ли они сострадание? Охота ли мне им помочь? Когда он пишет, что у него нет денег, но он не хочет работать. Сэм, привет, я хочу тебя попросить, мне нужно 65 тысяч рублей на iPhone 11, чтобы снимать ролики и развиваться в этом направлении. Эй, алё, алёша, бля, вот он этот тип, это опять же не маленький ребёнок. Почему я снимал все свои хайповые ролики на iPhone SE, это который в корпусе пятого, но чуть-чуть получше, в то время, когда был уже iPhone 10. Да, когда вышел iPhone 10, я продолжал снимать свои ролики на iPhone SE, 65 тысяч рублей на iPhone 11, откуда вы нахуй такие люди? Привет, Сэм, не мог бы ты мне помочь? Я собираюсь продвигать свой контент на YouTube. Опять начинающий блогер, собираюсь продвигать, но у меня, к сожалению, нет средств. Я понимаю, что это нагло, но я хочу быть как ты, подняться с нуля, помогать родителям, надеюсь, ты мне ответишь. Я YouTube, но у меня столько, это пиздец. Продвигать свой контент на YouTube, но у меня, к сожалению, нет, вот почему у меня так, почему у меня так горит, почему эти сообщения не вызывают у меня уважения, а наоборот. Я вспоминаю, как я делал, я не вложил ни одного рубля в свой, в продвижение своего контента. Почему я, сидя в комнате, нахуй, с мамой и бабушкой, в кургане, в маленьком городе, один, без друзей, без никого, смог с помощью своих идей, в одной комнате, нахуй, сидя на месте, привлечь огромное количество внимания. Почему я? Атаковал, делал сам, никогда ничего ни у кого не просил. Я ни разу не пиарил свой канал, нигде и никогда. И человек просит сейчас деньги у меня, говорит, я только собираюсь продвигать свой контент, во-первых, ты можешь его продвинуть своим упорством, понимаешь? А во-вторых, он просит у меня деньги, чтобы его продвинуть. Блядь, я в себя не вложил деньги, но они пишут и хотят, чтобы я в них вложил. Вы чё охуели там? Я поставил себе цель, что я 6 месяцев точно я буду делать YouTube, пока у меня не получится. И вот, я думал, что типа рост будет постепенный. И пройдёт месяц, у меня будет столько просмотров, такой доход, 2 будет такой доход. Прошло 3 месяца, у меня были ролики, на которых 0 просмотров. При том, что я 3 месяца подряд, не пропуская ни дня, выкладывал каждый день. И у меня начало просто уже голову сносить, типа я такой, что такое, почему? Мне казалось, что YouTube, как будто зная то, что это я, у меня были уже теории, что это, наверное, из-за IP-адреса, типа, как-то они уже запомнили, как-то что-то, ну, типа, почему у меня не стреляют, как это возможно? У меня там 300 роликов залито, ни один из них не набрал. На некоторых просто написано в YouTube, даже всё ещё, нет просмотров, чисто надпись, нет просмотров, ну, как так? Вот, прошло 3 месяца, 4, 5, я всё ещё не бросал, у меня уже вот тогда начались панические атаки. На меня ещё давили родители, то, что я не учусь, не работаю. Я психовал, доказывал, говорю, ну что, я сейчас пойду на работу, получу 20 тысяч за месяц, на эти 20 сниму квартиру, да? И мне снова придётся идти на работу. И так, и что? Я говорю, мы не вылезем, типа, из кургана, мы вообще, мы всегда тут будем жить, просто в никчёмной обстановке, всегда без денег, я не увижу мир, нифига никуда не перееду, ничего себе не куплю. То есть, я говорю, типа, маме прям объяснял, орал, типа, у меня нет выбора, типа, что мне делать? Если бы мне сказали, что мне придётся 40 лет ходить на работу за 20 тысяч, и, типа, гарантированно ничего не получится, я, типа, был готов в окно выпрыгнуть, типа, ну реально, мне настолько это было прям. Я начинающий блогер, о боже, сколько здесь начинающих блогеров, блядь. Канал создал недавно в стадии разработки, создаю шапку, блядь, аватарку, понимаете, у человека даже нету, ну просто аватарку, любую картинку. Ставишь на аватарку и похуй, снимаешь ролики быстрее надо делать, но он снимает аватарку, блядь. Ищу спонсоров, любая сумма поддержит меня в этом начинании, не хватает денег, типа, даже на жизнь. Опять же, я объясню, почему меня стоит поддержать. Не все миллионеры добились успеха сами, им тоже помогали, инвестировали в них, жертвовали деньги на их идеи, жертвовали, блядь. Кто-нибудь видел, чтобы я жаловался на жизнь, писал, как у меня все плохо, и потом писал, по-быдлански писал, дай денег. При этом я ничего не дам тебе взамен, при этом у меня нет никакого результата, я не нужен тебе в окружении, я вообще ебаный ноль, никак не смогу тебе ничем помочь. И вообще мне похуй, что ты думаешь, мне похуй, что ты чувствуешь. Просто дай мне денег. Когда я такое писал, и когда мне на это хоть кто-либо ответил, блядь. А я всегда же, как, смотрел, что в тренде, всегда, потому что я каждый день выкладываю на YouTube, я всегда знал, что у нас в тренде, что на западе в тренде. И вот я увидел этот ролик с водой, чел смотрит, ой, режет воду 10 часов, и я уже от безысходности просто подумал, все, ладно, оно, наверное, типа, должно хайпануть. Правда, я думал, что оно наберет 1100. Вот, но я такой, все, я уже сел вот так вот, и все 10 часов вот так, типа, мне уже похуй, что делать, типа, я просто буду делать, и все. И сел его и посмотрел, и вот реально, как и писал, типа, Амиран в своей книге, после того, когда ты уже все, еще один шаг, и ты сдаешься, вот на этом моменте у меня получилось. Чисто он описывал это в книге. И вот я так, типа, все, офигенно всем все доказал, родители стали теперь говорить, все, молодец, красава, типа, давай, делай. Туда-сюда, родителям там помогаю теперь, вообще, офигеть. Сейчас у меня мама увидела, вот, что я делаю, продаю авокадо. Она же сама узнала, какой еще один хайповый товар. Ну, либо я не помню, я, по-моему, и говорил. Но она сама где-то нашла фотки, сама создала страницу в Инстаграм, сама начала их продавать, и теперь тоже зарабатывает в интернете. Хотя до этого она просто орала на меня. Вот, она мне объясняет сейчас, типа, как она думала. Она думала, что, ну, как могут деньги появиться из интернета, из компьютера, типа, как их оттуда достать, типа, что такое. У них же, ну, стандартная вот эта система, типа, работа, школа, работа, да, только тогда ты сможешь, да, где-то поработал, там тебе и заплатили. А тут я как бы сам, как я могу сам, вот, мама думала, что, ну, как я могу сам заработать. Плюс у меня, да, еще была огромная мотивация доказать, что я могу, что у меня не обязательно прийти на готовое место, где я буду выполнять команды, и потом мне заплатят. А я вот прям с 14 лет хотел заработать не на работе. Пусть в три раза меньше, чем на работе, если бы не заплатили, но если я сделал эти деньги сам, это прям вообще огонь. И вот, из-за этой мотивации я также продолжал топить, даже не только, короче, из-за денег, а из-за того, чтобы доказать, что я могу. Реско выйди и резко в краю подойди. Ой, вот это да. Тут и бассейн, тут и бадоем-то это. О, звук. Так это же искусственная, ты говоришь, вот это. Вот это да. Так я думала, что она маленькая. А, обалдеть. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...